Яркие, амбициозные представители молодого поколения педагогов встретились на площадке сотового лицея. Не чтобы обучить, а чтобы самим набраться опыта и поделиться им друг с другом. Педагогический дебют – конкурс, который раскрывает скрытые таланты, дарит возможности. Лучших выберут сразу в шести номинациях. Одна из них объединила классных руководителей. Первое выступление, наверное, самое простое – рассказать о том, кто вы такой и почему дети – это важный этап вашей жизни, и важное место занимает. Готовился достаточно продолжительное время, потому что не мог структурировать как. Потому что педагог новый, про детей из своего класса не расскажет, потому что только начал. Поэтому решил рассказать про детей на всех уровнях, по которым я работал и с кем стал Келксом. Жюри придется нелегко. Каждому участнику есть чем гордиться. Помимо занимаемых в школах должностей, многие увлечены сразу несколькими хобби – живопись, вокал, туризм. Список большой, но все же на первом месте – любовь к детям. Всегда хотел вернуться в свою школу. Я работаю в своей школе. Это спады для моих учителя. Я обожаю смотреть на радостные глаза детей. И каждый день они меня заряжают. Впереди конкурсные задания по предметам. Презентация «У меня это хорошо получается» – мастер-классы, публичные лекции. Ну а пока слова поздравлений и напутствие всем конкурсантам. Хотел бы сегодня пожелать всем вам стать богаче. Богаче на друзей, богаче на знания, богаче на умения. А в конечном итоге вы сделаете богаче этот мир. Ведь в ваших руках будущее. Кто же все-таки станет богаче? Остальных объявят 28 октября. Победители муниципального этапа ждет еще два – областной и всероссийский. Кто знает, может именно в этом зале сидит самый креативный и молодой педагог России. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.